Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Что посеешь, то и пожнешь. Мы имеем сегодня достаток в основном продовольственном столе. Имеем возможность сегодня подзалиться и соседними странами. В Могилеве прошел областной фестиваль Дожинки, что презентовал Бобруйск. Незапланированные расходы. В Беларуси стартовала декада кибербезопасности. Никому не следует передавать карту непосредственно в руки. Как не пополнить список жертв. Путевка в элиту белорусского футбола. Считаю, заслуженно выиграли и заслуженно добились результата. Красно-черные вернулись в высшую лигу. Белару! 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 Когда следующий поединок? А также гуманитарная помощь, зимний режим и четвертая волна. Полный курс вакцинации прошли около 2,5 миллионов белорусов. Кому рекомендуют третью прививку? Национальный бренд «Могилёв» принял областной фестиваль «Тружеников села». Здесь собрались механизаторы и операторы зерносушильных комплексов, водители и руководители хозяйств. В честь агрария в концерты, ярмарки и, конечно, награды. В Могилёвской области отпраздновали дожинки 2021. Это важное событие для всей сельскохозяйственной отрасли. Площадку у Дворца культуры заполнили ряды угощений, товаров и техники. Даже погода не помешала звучанию песней и звонких голосов. Механизаторы-комбайнёры, животноводы, агрономы, гостей сотни чествуют тех, кто внёс весомый вклад в общий каравай страны. Наш агропромышленный комплекс на протяжении последних лет демонстрирует успехи, обеспечивает продовольственную безопасность страны, демонстрирует серьёзный экспортный потенциал. Если говорить так, в общем, по некоторым оценкам, мы по обеспечению продовольственной безопасности занимаем 23 место из 113 стран. Бобруйчане по традиции не пропустили события. Агромаш демонстрировал свои достижения. Здесь же и новинка – машина для выкапывания деревьев. Она, конечно, будет больше интересна лесникам и городским службам. Сейчас флагман сельхозтехники – это больше 150 видов продукции. Колесят они почти по всей Белоруссии. 60% уходят за рубеж в 50 стран мира. СНГ, Европа, Скандинавия, Африка. Холдинг – крупнейший производитель в сфере. Шесть площадок в разных уголках республики. Три тысячи сотрудников. Представились холдингом. Здесь мы представили наши пассивные агрегаты. Это Брестский электромеханический завод, который вошел за последние два года в наш холдинг. И мы сейчас активно продаем наши пассивные агрегаты, селки. Так что милости просим селки для зерна, для кукурузы, для рапса, для льна. Свою культуру на площадке под открытым небом представили и знаменитые евреи из Бобруйска. На столах запеченная рыба, селедка, рулет и бутерброды. Все по традиционному рецепту. Дегустация пришлась по вкусу. Кроме этого, невозможно, чтобы человек только радовался урожай материальный, физический, должен еще интеллектуальный. Поэтому мы старались с разных урожаев, связанных с литературой. И еврейская, и еврейская на белорусской земле. Рядом расположились уникальные игрушки ручной работы. Они, как и создательница, настоящие евреи. На импровизированной витрине презентовали колоритных банкиров, ювелиров, моряков и невест. Я обожаю делать кукол. Наверное, не наигралась в детстве. Вот это мои детки. В каждой из них душа. В каждой из них это, ну просто на них смотреть счастье. Свой хендмейд представили и учащиеся колледжа имени Ларина. Гости оценили керамические изделия, юлочные игрушки, колокольчики и расписные тарелки. Здесь же прошел и мастер-класс по изготовлению открыток. Как раз в преддверии новогодних праздников. У нас до сих пор есть специальности. Исполнитель художественно-оформительских работ, изготовитель художественных изделий из керамики, резчик по дереву из бересты. Вот сегодня у нас и мастер-классы представлены по этим специальностям. И, конечно же, огромное количество продукции. Этот день напрямую посвящен труженикам села. Хлеб, мясо, молоко, овощи и фрукты на нашем столе. Безусловно, их заслуга. Поэтому важно понимать будущее не только за технологиями, но и за теми людьми, которые работают в поле. Я хочу бы сказать сегодня огромное спасибо всем труженикам сельскохозяйства и Могилевской области, в особенности за тот вклад, который внесли в продовольственную безопасность. Благодаря их старанию, их самотвержденному труду, мы имеем сегодня достаток на своем продовольственном столе. Имеем возможность сегодня подзалиться и с соседними странами. Тем, кто в этом году отличился, премии и благодарности на главной сцене. Несмотря на погодные трудности во время уборочной, вклад Могилевской области в республиканский каравай – миллион сто пятьдесят тысяч тонн серна. Государство не оставило без поддержки. Парк региона пополнили 50 современных комбайнов. Карина Гуревич, Николай Силков, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Тревожный звоночек. В Беларуси стартовала декада кибербезопасности. С начала года количество преступлений в сети незначительно снизилось. Тем не менее, практически в четыре раза выросло число краж в крупных размерах. Сотрудники милиции проводят беседы с жителями. Рассказывают, что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, о правилах безопасного поведения в соцсетях и мессенджерах. Основные правила – не отвечать на звонки вайбер, не передавать личные данные и не переходить по сомнительным ссылкам. Также при передаче самой банковской карты, кому бы то ни было, продавцу в магазине или в баре, официанту, он может этот код либо визуально сфотографировать, либо считать информацию с банковской картой путем считывания ее с магнитной полосы, нанесенной на ней. Поэтому никому не следует передавать карту непосредственно в руки. Профилактическая акция продлится до 1 декабря. Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите об этом в соответствующие органы. Также стоит проводить беседы со своими родственниками, независимо от их возраста. Миграционный кризис, черные береты и фестивальная пленка. В Минске стартовал листопад, что показывают зрителям. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Находящимся на белорусско-польской границе мигрантам за две недели привезли более 53 тонн продуктов. Всемирная организация здравоохранения также доставила гуманитарный груз, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу. Ознакомиться с ситуацией приехал лично глава Европейского бюро ВОЗ. ГАИ рекомендует всем водителям в преддверии холодов обратить внимание на техническое состояние машин. Необходимо проверить исправность тормозной системы, световых приборов, дворников, устройства, обогрева и обдува стекол. Кроме того, автолюбители должны заменить летнюю резину на зимнюю. С 1 декабря нарушители заплатят штраф. К слову, во вторник прогнозируется кратковременный снег и гололедица. ОМОН Беларуси отмечает 33-летие со дня основания. Ежедневно бойцы и офицеры спецподразделения доказывают свою боеспособность и готовность выполнять поставленные задачи. Именуемые «братством черных беретов», они стоят плечом к плечу против нарушителей и преступников, ни разу не дрогнув перед трудностями и препятствиями. Санаторий Беларуси в литовском Друзки-Ненкае снова принимает наших детей на оздоровление после долгого санкционного перерыва. Здравница специализируется на лечении маленьких пациентов с церебральным параличом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Первая смена продлится три недели. Путевки предоставляются за счет белорусского государства. В Минске стартовал международный фестиваль. «Листопад» проходит под слоганом «Кино, симфонии, единство». До 26 ноября здесь представят более 100 картин из 45 стран мира. На экранах можно увидеть игровые и документальные ленты. Кроме того, в рамках программы молодежные и детские фильмы. Показы идут с полудня до поздней ночи не только в пяти кинотеатрах столицы, но и в регионах. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1713 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 641 919 человек. В Беларуси полный курс вакцинации прошли около 2,5 миллионов человек. Многие уже сделали третью прививку. Она положена через 6 месяцев после основной. Обстановка последних недель позволила вернуть из инфекционного режима сначала больницы онкологического профиля, а после районные и областные. В первую очередь специализированное отделение. Решающий поединок Бабруйская Белшина завоевала путевку в элиту белорусского футбола. По итогам сезона красно-черные заняли второе место в первой лиге. Команда провела последнюю домашнюю игру в этом розыгрыше. На трибуны Спартака отправился Максим Кембель. 32-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Бабруйская Белшина принимает лиду на родном Спартаке. Для гостей этот матч ничего не решает. Хозяевам кровь из носу нужна победа. Три очка гарантируют место в элите. О недооценке соперника речи быть не может. Хотя начало поединка остается за синие-красными. Реальный шанс открыть счет они не реализовывают. Мяч попадает в штангу. Дальше солируют шинники. Сперва Рамазан Исаев открывает счет в матче. Удачной становится седьмая минута. Затем удваивает преимущество Чесноков. Полузащитник реализовывает одиннадцатиметровый удар. Спустя пару оборотов секундной стрелки он же оформляет дубль. Гости тоже не отсиживаются и уже в первом тайме сокращают отставание до двух мячей. Но перед самым перерывом галкипер Лиды в четвертый раз достает игровой снаряд из своих ворот. Во второй сорока пятиминутке Белшина доводит дело до конца забивая еще один гол. 5-1. Красно-черные побеждают. Начали конечно немножко не так как хотелось но потом добавили считаю заслуженно выиграли и заслуженно добились результата и тех задач которые поставили перед сезоном. Победа вдвойне приятная. По итогам сезона Белшина возвращается в высшую лигу. Расставание было недолгим. После финального свистка уже никто не сдерживает эмоции. Белшина! 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 Сделаю хорошую работу. Хочу поблагодарить своих помощников Альберта Владимировича Рыбака который в мое отсутствие проделал очень большой объем работы. В этом сезоне у Шинников осталась еще одна игра. На выездную встречу с Барановичами наши футболисты отправятся в приподнятом настроении и с чувством выполненного долга. Поединок пройдет в эту субботу 27 ноября. Начало в 13.00. Максим Кемель Дмитрий Шевцов Бобруйск 360 Второе дыхание а в городе расчищают русло реки Бобруйка. Заказчиком выступил Бобруйсь Желкомхоз. Работы начались здесь еще в начале ноября. В планах участок от Нахимова до Березины. Общая протяженность 6,5 километров. Это все связано с тем что на участке от улицы переулка Слуцкого Второго до Крестьянской были подтопления людей. Вот мы получается подчищаем берега убираем камыш наращиваем берег дабы избежать этого в дальнейшем. Сейчас на участке постоянно трудится свыше 10 человек и 3 экскаватора. Работы планируют завершить до декабря. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин